Сегодня 55 лет со дня образования отмечает Чебоксарский медицинский колледж, единственное в республике учреждение, где готовят специалистов среднего звена для здравоохранения. С юбилеем преподавателей и студентов поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Если быть точными, то история медколледжа начинается гораздо раньше, в 1935 году, когда в Канаше и Чебоксарах были открыты фельдшерско-кушерские школы. Трудно переоценить их роль в развитии здравоохранения Чувашия того периода, особенно много работы у выпускников обеих школ было в годы войны, когда в республике развернулись около 20 ИВАК-госпиталей. Впрочем, в послевоенное время фельдшеры и медсестры без труда находили работу. В 1960 году в Чебоксарах было создано медицинское училище с присоединением к нему Канажского, а в 2002 году училище преобразовали в медицинский колледж. За эти годы для отрасли здравоохранения подготовлено более 35 тысяч специалистов. Еще 33 тысячи прошли обучение по программе повышения квалификации. Хочу поблагодарить всех тех ветеранов, которые на самом деле сегодня работают в данном колледже, десятилетиями, есть соответствующие трудовые династии. И вы, как ветераны, как специалисты, имеющие большой жизненный опыт, практику, передаете и молодым преподавателям, и делитесь своим сердцем, своей душой нашими, конечно, студентами. А первая Чебоксарская больница отмечает сегодня 85-летие. Это одно из самых старых учреждений здравоохранения в Чуаше. Здание для нее спроектировал специалист Минздрава РСФСР Галиевский. И оно тоже памятник истории и архитектуры. Больница носит имя выдающегося чувашского врача Петра Осипова, известного также как драматурга, автора пьесы из репертуара Чувашского драмтеатра.